Закрываем учебники, достаем двойные листочки. Контрольный диктант. Эта фраза и сейчас заставляет сердце биться чаще. И нужно иметь большую смелость, чтобы вернуться за парту и написать еще один контрольный, то есть тотальный диктант. Идея собраться вместе и написать диктант пришла одной из студентов Новосибирского университета. Было это в 2004 году. А 10 лет назад, в 2011, наша просветительская акция уже вышла за границы России. Первым зарубежным городом тогда стал Бостон. В этом году акцию поддержали 60 стран по всему миру. В электростале проверить свои знания русского языка можно было на 16 площадках. Нужно было только предварительно зарегистрироваться и прийти к двум часам дня с хорошим настроением на площадку диктанта. Для чего нужна эта акция и какие цели преследует? Задача акции прививать, вспоминать любовь к родному языку и писать тексты современных, интересных авторов под диктовку. Конечно, все мы получаем оценку, всем хочется, чтобы она была высокой. Но, тем не менее, ежегодно мы видим, как люди самых разных возрастов приходят на наши площадки и пишут тотальный диктант. Не всегда ради результата, но часто ради процесса. Это прекрасно. Любовь к родному русскому языку – это всегда здорово. Большинство участников в этом году впервые решили попробовать свои силы в тотальном диктанте. Вы первый раз принимаете участие в этой акции. Вот почему именно в этом году? Ну, во-первых, мне захотелось проверить свои знания. Во-вторых, это замечательная акция, которая позволяет всем нашим россиянам принять участие в ней и также проверить свои знания и проявить свою грамотность. Попробовать себя в чем-то новом. Что было самое сложное? Ставить запятые. Почему? В сложных моментах. Надо было вспоминать правила и смотреть все. Предложения были длинные и сложные обороты всякие. Я соглашусь с коллегой. Но были и такие, для которых писать тотальный диктант – это уже традиция. Уже, можно сказать, как традиция. Каждый год принимаю участие с 17-го, получается, года. А какой диктант был сложнее? Этого года или предыдущего? Примерно на одном уровне. Нельзя сказать, какой сложнее, какой легче. Я ежегодно принимаю участие в диктанте. Наверное, последние лет пять точно. И не только сама его пишу, но и стараюсь быть организатором этого процесса, помогаю в проведении его в нашем городе. А почему для вас это так важно? Ну, во-первых, мы все пользуемся сегодня только соцсетями. Все пишем только посты в Инстаграме, отвечаем на сообщения ВКонтакте и так далее. А все-таки русский язык, он очень многогранен. И это не только смайлики в соцсетях. Поэтому, когда мы ежедневно не пользуемся ручной письменностью, очень важно этот навык не терять, не забывать. И, конечно, я считаю, что эта акция «Тотальный диктант», которая проходит сегодня уже не только в нашей стране, но и вообще по всему миру, она все-таки в первую очередь призвана вспомнить настоящий классический русский язык, пушкинскую нашу литературу, вспомнить правильность написания и обратить еще раз на это внимание. Это, конечно, главная идея акции. В акции «Тотальный диктант» в этом году приняли участие 988 жителей нашего города. Узнать свой результат можно будет на сайте проекта после 14 апреля.